Рада приветствовать всех участников сегодняшней встречи. Тема, которую Татьяна уже сегодня озвучила, это авторские права для маркетологов. Мы решили так немножко взять поуже с любую аудиторию. Но так либо иначе, наверное, каких-то вопросов, которые будут полезны иным специалистам, я думаю, они тоже будут интересны. Вообще мы сегодня хотели бы поговорить непосредственно о практических ситуациях, которые возникают непосредственно, так скажем, в повседневной деятельности, когда мы касаемся вопросов авторских прав. В большей степени, конечно, поговорим об объектах, которые не подлежат регистрации, либо, опять же, их не обязательно регистрировать. То есть мы не будем, как мы обычно, говорим о товарных знаках, то сегодня мы, так скажем, не только товарных знаков будем касаться, но и, наверное, в большинстве случаев не товарных знаков. Обратим внимание на практические ситуации именно судебной практики, которые сталкиваются, с которыми мы сталкиваемся, опять же, наши клиенты. Ну и Татьяна уже в завершении встречи расскажет о свободном использовании, переработке, о цитировании тех либо иных объектов, расскажет об инструментах защиты, то есть на что нужно обращать внимание и как доказывать, так скажем, свое авторство, либо непосредственно самому автору, да, либо непосредственно компании на те документы, которые необходимы, ну, чтобы они были. Вот. Мы предлагаем построить таким образом, что я начну, Татьяна продолжит и закончит, Татьяна Шевченко, моя коллега, вот, и мы, конечно же, приветствуем очень вопросы, то есть мы готовы, ну, разобрать там какие-то практические ситуации, да, вот, поэтому можете в чате писать вопросы, и по завершении встречи мы, конечно, уже постараемся на них на все ответить. Я сейчас включу демонстрацию экрана, хотелось бы сегодня начать с презентации. Итак, давайте тогда начнем еще раз. Авторские права для маркетологов. Конечно, в большей степени те объекты, о которых мы сегодня будем говорить, это объекты авторского права, логотипы, фирменные стили фотографии, контенты, сайты, тексты и так далее. Ну, стоит, конечно же, отметить, обратить внимание на основные моменты. То есть авторские права — это интеллектуальные права в классическом понимании на произведение науки, литературы и искусства. Прежде всего, в авторском праве следует отметить, что автором произведения науки, литературы либо искусства признается прежде всего гражданин. То есть первоначально, если мы говорим об объектах авторских прав, либо вообще, в принципе, об авторском праве, то субъектный состав здесь идет именно физическое лицо. И физическое лицо либо гражданин, творческим трудом которого создано то-либо иное произведение. В силу закона следует отметить, что закон презюмирует само авторство. То есть если лицо говорит о том, что он автор, то закон презюмирует. И условно презумпция авторства устанавливается. Лицо, если оно сказало, что он автор, то он таковым является, если не доказано иное. То есть фактически лицо, указанное в качестве автора на оригинале либо экземпляре произведения, либо иным образом, в соответствии со статьей 1300 гражданского кодекса, то, соответственно, лицо это считается автором, если, опять же, не будет доказано иное. Автору произведения принадлежат следующие права. То есть, я думаю, исключительное право на само произведение, право авторства и так далее, право на имя. Но в классическом понимании, опять же, если не уходить в теорию права гражданского, следует отметить, конечно, что авторские права, как правило, делятся на имущественные и неимущественного характера. И вот следует отметить, что неимущественные права, они не отчуждаются и не передаются от автора. То есть, это, прежде всего, право авторства, право автор на имя. То есть, в классическом понимании, имущественные права, они могут быть переданы. И, как правило, опять же, в практике, если мы говорим о бизнесе, то, как правило, эти права передаются, например, по договору отчуждения от физического лица, будь то он работником, будь то он сторонним, условно лицом, который привлекается для выполнения работ, для создания объекта. Так вот, в договоре гражданин, либо физическое лицо, то сам автор, он не может передать право на имя, право на авторство. Вот это те права, которые неотчуждаемы. Вот. Ну, конечно же, право на обнародование произведения, право на вознаграждение, заслужебное произведение, право на отзыв и так далее, это все классическое понимание авторства. Вот. Эти права есть, и от них, так скажем, никуда не деться. Очень часто возникает такой вопрос, то есть, кто признается автором, кто не признается, но следует отметить, что не признаются авторами на результаты интеллектуальной деятельности граждане, которые не внесли личного творчества во вклады в создание такого результата. Те лица, которые оказывают только техническое воздействие, консультационное, материальное содействие, помощь, либо только способствующие оформлению прав на такой результат. Ну, это, например, там юристы, патентные поверенные сторонние компании, в частности, там, которые привлекаются, да, вот, например, там, оказать услуги по депонированию. Вот. Граждане, осуществляющие контроль за выполнением соответствующих работ, но, в частности, это те же, там, государственные органы и так далее, это тоже лица, которым не принадлежат, ну, то есть, очень часто лицо, которое способствовало автору, да, в закреплении его прав, либо, там, в создании, ну, указывало какое-то техническое воздействие, вот, помощь какую-то, говорит о том, что, ну, в частности, он является савтором. Так вот, нет, такие лица не признаются ни авторами, ни савторами тех либо иных произведений. Обращу внимание, то есть, это вопрос такой тоже сейчас наиболее часто встречаемый, не являются объектами авторского права идеи, концепции, принципы, методы и так далее. Вот. Всевозможные факты. Ну, в частности, я приведу пример, мы часто любим приводить этот пример, как бы, такой, так скажем, из практики по авторскому праву. К нам обратился клиент, ну, это вот относительно того, да, участия того либо иного лица, и как все-таки разграничивать, создан объект авторского права, либо не созданный, и как, кому все-таки принадлежат на него права. Компания занимается производством одежды. Дополнительно решили производить комиксы, ну, так скажем, некие раскраски для детей, для клиентов. Вот. И, соответственно, видно, да, рисунок директора в формате в материальной форме, так скажем, выражен. Вот. И непосредственно дизайн-макет автора-дизайнера. К нам обратился директор, он говорит о том, что я являюсь автором, мне, соответственно, надо от моего дизайнера, которого я привлекал, находится на Украине, вот какой-то договор заключить, чтобы он передал права. И вставал вопрос, все-таки это будет авторство либо с авторством. Вот. А, соответственно, мы попросили макеты. То есть он сказал о том, что он тоже принимал участие, он рисовал и так далее. Но в данном случае тоже нужно разграничивать, так скажем, вот эту идею, схематичный рисунок и так далее, да. То есть мы попросили, чтобы нам предоставили как бы первоначальный вариант, на основании которого должен был быть создан сам рисунок и непосредственно уже сам потом рисунок. В данном случае не было никакого соавторства. То есть рисунок директора, он такой несколько схематичный, да. И говорить о том, что как бы тут было соавторство, ну, мы посчитали с точки зрения законодательства неправильно. Поэтому в данном случае, ну, поскольку это самостоятельные объекты, внешне они достаточно отличаются. Здесь есть некая идея, да. То есть идея расположения, комбинации и так далее. Но фактически, ну, визуально достаточно разные между собой объекты. Вот. Соответственно, был заключен договор, простое отчуждение исключительных прав на дизайн макет. Вот. И, соответственно, как бы директору принадлежит авторское право на тот объект, который он создал. Вот. И, соответственно, дизайнеру принадлежит право на тот объект, на дизайн макет, да, уже более в красочной форме, где герои более, да, так скажем, уже четче выражены. То есть это два самостоятельных объекта. Но идея в данном случае у них одна. Так вот, с точки зрения законодательства идеи, да, они у нас в классическом понимании не охраняются, но до тех пор, пока они не выражены в материальной форме. Ну, то есть, условно, если какая-то идея, она не выражена на материальный какой-то носитель, не перенесена. Вот. Очень часто возникают эти вопросы. Вот. Но для понимания я попыталась хотя бы как-то объяснить, в чем здесь разница бывает. Вот. Следует обратить внимание, если мы говорим о классическом понимании объектов авторского права, то авторское право действует в течение всей жизни автора, пока он жив, и 70 лет, считая, с 1 января года, следующего законом после смерти авторства. Автора. Вот. Объекты авторских прав. Повторюсь еще раз, но заострю на этом внимание, да. Объекты авторского права. В чем у них отличие? На объекты авторского права, ну, то есть это те объекты, которые созданы творческим трудом, права на них возникают именно с момента создания. Фактически, пришла вам какая-то идея в голову, вы ее выразили на материальном носителе, на бумаге, предположим, в электронном каком-то варианте и так далее. Вот. Соответственно, написали на этом объекте, да, либо на бумаге внизу, фамилии, имя, отчество автора и дату свою, да, если вы, соответственно, создавали тот либо иной объект. Поставили дату, очень важно, чтобы стояла дата. Если это электронный носитель, то вы заходите в свойства файла. Без разницы, какой формат, любой формат на сегодняшний день, электронный формат, позволяет установить дату, ну, дата автоматом ставится, да, и позволяет установить фамилии, имя, отчество автора, физического лица. Вот. Соответственно, права возникают с того момента, как вы создали и написали на этом объекте, что вы являетесь автором. Автором изначально всегда признается физическое лицо. Чуть позже я расскажу разницу между служебными произведениями. И, соответственно, от физического лица права, как правило, если это объекты, которые в дальнейшем используются в предпринимательской деятельности, они передаются уже в пользу юридического лица, либо, например, индивидуального предпринимателя. Ну, то есть, образно скажу, юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы. В классическом, опять же, понимании, если мы говорим с точки зрения законодательства, к объектам авторского права относятся литературные, художественные, фотографические произведения, архитектурные, градостроительные, ну, в частности, по архитектурным проектам, если это архитектурное, да, бюро, аудиовизуальные произведения, ну, то есть, вот все, что касаемо дизайна, графического дизайна, комиксы всевозможные, изобразительное искусство, объекты изобразительного искусства, то есть, это те объекты, которые являются объектами авторского права, права на них возникают с момента создания, их не нужно регистрировать. То есть, у нас есть, например, товарные знаки, у нас есть патенты, патенты делятся у нас на промышленные образцы, на изобретения, на полезные модели. На эти объекты, для того, чтобы возникло право, да, опять же, либо у физического лица, если мы говорим о патентах, либо у юридического лица, если мы говорим о средстве таком индивидуализации, как товарный знак, вот, права на них возникают с момента, когда вы зарегистрируете в государственном органе, в частности, в Роспатенте. На объекты же авторского права права возникают именно с момента создания. И сегодня мы говорим именно об объектах авторского права. Сейчас я коснусь тех объектов, да, которые, ну, наиболее часто встречаемые в предпринимательской деятельности, то есть это те объекты, с которыми мы очень часто работаем. Сейчас я буду говорить именно об объектах авторского права. Логотип и фирменный стиль. Объясню, заострю внимание на разный цистоварный знак, да, и что, как бы, может охраняться в логотипе. Но, в частности, логотип, что мы, как юристы, да, подразумеваем под логотипом, это какой-либо созданный, ну, не знаю, там, графический объект. В состав логотипа, да, может входить графическая часть, может входить словесная часть. Вот. Логотип можно не регистрировать, то есть это необязательное указание, да, его можно не регистрировать в качестве авторского права. И, в частности, ну, вот на слайде вы можете видеть пример 100+, форум Экспо, это логотип. Леони Пицца, это тоже, да, логотип. Вот, например, там, форум Экспо 100+, его можно не регистрировать в качестве товарного знака. И какие логотипы, в частности, из практики, да, мы не регистрируем в качестве товарного знака. Опять же, это те, которые, например, являются неохраняемыми. Либо, ну, так скажем, это право уже, да, право обладателя зарегистрировать этот объект, либо нет. Но достаточно в данном случае, если, опять же, ну, как правило, логотипы — это те объекты, которые используются в предпринимательской деятельности, да, и, как правило, в данном случае достаточно только договора с дизайнером. Будь то договор отчуждения исключительных авторских прав, будь то договор авторского заказа, договор может быть смешанным с элементами оказания, ну, например, там, подряда либо авторского заказа. Вот, а в частности, охраняться в данном случае будет именно графическая часть, то есть 100+, да, то именно, как оно представлено, как оно изображено, как бы творческим замыслом самого автора, самого дизайнера. И, в частности, компоновка элементов, цветовая гамма, то есть это все в комплексе охраняется. Вот, данные, если в состав логотипа, да, вы, например, его не зарегистрировали в качестве товарного знака, но в состав логотипа входит словесный элемент, например, «Леони пицца», доминирующее положение занимает именно графический элемент, и снизу представлен словесный элемент. Вот, на словесный элемент, и с точки зрения законодательства, да, права возникают только с момента, когда вы подали заявку на регистрацию в качестве товарного знака. Но, если ваш логотип, например, включает в состав либо элементы словесные, которые не подлежат регистрации в силу закона, либо ваш логотип состоит только из графической части, соответственно, нет прямого указания в законе, что этот объект подлежит обязательно государственной регистрации, права на него возникают с момента регистрации. На такие объекты права возникают с момента создания. Для защиты своих прав в суде, например, либо в претензионном порядке достаточно только будет договора с дизайнером и к нему акт приемки-передач, в котором будет видно само изображение логотипа, в том варианте, в котором он представлен. Конечно, если говорить как юрист и для защиты клиента, лучше, конечно, логотип регистрировать в качестве товарных знаков. Разница в чем? Разница в том, что если вы видите, что ваши права нарушаются, либо скопировано обозначение к претензии, вы прикладываете свидетельство на товарный знак и достаточно, так скажем, быстро реагируют либо третьи лица, либо, опять же, если мы говорим о нарушении ваших прав в сети интернет, хостинг, либо провайдеры, они достаточно быстро реагируют и убирают информацию с сети интернет на основании свидетельств. Но, как правило, и договор с дизайнером достаточно для защиты прав. Но, может быть, со стороны третьих лиц указание на то, что, например, у них тоже есть свой договор с дизайнером, и тогда встанет вопрос при защите. Уже нужно будет идти защищать свои права, например, в арбитражном суде, делать экспертизу по документам и доказывать непосредственно, делать экспертизу по сроку давности, когда непосредственно был подписан сам договор и так далее. Ну, то есть, конечно, со свидетельством на товарный знак проще по данным объектам, но не всегда это является такой некой панацеей по защите. То есть, соответственно, опять же, на примере компании «Биджет» видно, что есть логотипы, которые, например, на сегодняшний день состоят только фактически из шрифтовой манеры. То, соответственно, в данном случае, конечно, мы бы рекомендовали регистрировать данное обозначение в качестве товарного знака, поскольку доминантой является именно словесная часть. Но можно не регистрировать логотипы, права на них возникают с момента создания. Первое, если доминирующее положение, например, состоит только из графики, либо доминирующее положение занимает графика, а словесный элемент является неохраняемым силой закона. Ну, такие элементы, например, как салон, красоты, магазин и так далее. Опять же, тоже дизайн макет сайта является объектом авторского права. То есть вообще сайт с точки зрения законодательства является таким достаточно сложным объектом составным. То есть, в частности, может охраняться с точки зрения авторского права фирменные элементы, компоновка, цветовая гамма, тексты и так далее. То есть вот в данном случае я сейчас говорю именно дизайн макет сайта. То есть это изображение, ну, в состав входит изображение фотографии, вот, и исполнение именно цветовой гаммы, отдельных элементов и так далее. Это пример у нас был из практики, когда мы защищали дизайн макета, внешний вид дизайна макета сайта. Вот, в данном случае изначально, да, автором является физическое лицо, в частности, здесь был сотрудник, вот, дизайнер. И у клиента был договор на разработку сайта, вот, по которому было предусмотрено отчуждение исключительных авторских прав, именно на дизайн макет. То есть если вы заказываете разработку сайта, у вас, ну, по факту должен быть акт приемки передачи на дизайн макет самого сайта. Вот, ну и, соответственно, в акте приемки передачи представлено само изображение, именно дизайн макетов. Это в классическом понимании, да, объект авторского права. Кроме того, обращу внимание на фотографии, ну, некое, так скажем, портфолио, да, компании, то есть тоже наш пример из практики конкретно. Фотографии тоже являются объектом авторского права, то есть автором может быть непосредственно либо физическое лицо, которое осуществил, да, фотосъемку, ну и в последующем, если он передал свои права на юридическое лицо, то, соответственно, правообладателем может быть юридическое лицо. То есть это тоже объекты авторского права. Регистрировать, конечно же, их не нужно, но права на них возникают с момента создания. Я потом конкретно на этом кейсе расскажу, на что нужно обращать внимание, да, если все-таки как бы есть портфолио у компании, а на сегодняшний день у многих компаний есть. Ну и, соответственно, фотографии – это уже такой, ну, фактически неотъемлемый элемент того-либо иного бизнеса. Здесь, конечно, очень важно заострить внимание на хранении исходных файлов и наличие рабочей техники на балансе компании, то есть, соответственно, будь то фотоаппарат, будь то телефон, да, то есть на сегодняшний день, с которого осуществляется фотосъемка, такое тоже может быть, но как бы мы рекомендуем, опять же, тоже обращу на это внимание, ставить такие аппараты на баланс предприятия. Упаковка, дизайн-проект, либо макет, как мы называем, да, это тоже все объекты авторского права. По упаковкам часто встает вопрос по поводу их регистрации в качестве промышленных образцов либо в качестве изобразительных товарных знаков, но, по сути дела, этого можно не делать, если есть, опять же, договоры непосредственно с самим автором. Вот, это все также является объектом авторского права, дизайн-проект, например, там, для ресторанов, да, либо, опять же, дизайн-проект, не знаю, там, офиса, вот это все тоже является объектом авторского права. Всевозможные меню, там, какие-то буклеты, это все тоже каталоги в том числе, но каталоги, нужно понимать, что в каталогах, например, в данном случае охраняется именно дизайн, верстка, компоновка. Если, например, очень часто, ну, те же, там, не знаю, рестораны, да, задают вопросы по меню, само меню, именно его содержательная часть не охраняется, ну, то есть состав, там, например, продукта и так далее, да, вот, но компоновка, внешний вид самих объектов и так далее, то есть это все тоже объекты авторского права. Я хочу тоже сейчас обратить ваше внимание, то есть коллеги попросили вставить данную информацию, опять же, так как у нас целевая, да, аудитория на сегодняшний день, конечно, это маркетологи, это доработка обозначений, то есть когда мы говорим в классическом поминемании, именно разработки нейминга, разработки наименований и так далее, мы достаточно активно работаем с рекламными агентствами, и у нас очень часто возникают вопросы именно по доработкам и по объектам, опять же, авторских прав. Вот на сегодняшний день мы часто стали сталкиваться с такими ситуациями, когда, например, заказчик обращается, да, либо, опять же, вы на стороне заказчика, либо вы на стороне исполнителя по разработке нейминга. В классическом понимании, да, на сегодняшний день заключаются договоры, договоры, например, на разработку названий. Опять же, с точки зрения законодательства, словесные элементы, вот с того момента, как вы их создали, они не являются объектом авторского права. Права на них возникают именно с того момента, когда вы подали заявку на регистрацию в качестве товарного знака. Соответственно, принадлежать это право будет лицу, которое подало заявку на регистрацию, опять же, товарного знака, повторюсь. Вот, в данном случае договоры, которые заключаются, они, конечно, в большей степени, ну, так скажем, являются смешанными, и здесь, конечно же, защита для обеих сторон. Конечно же, нужно заключать данные договоры. Но очень важно именно понимать, что на словесные элементы права не возникают с момента создания этой именно регистрируемой объекты. И, конечно, перед регистрацией необходимо делать проверки и так далее. Так вот, очень часто у нас встает вопрос доработок, сходства до степени смешения и так далее. Вот, для кого-то, конечно, ну, сегодня у нас на встрече есть наши клиенты, которые уже, так скажем, знакомы с доработкой обозначения, но я все-таки приведу в примеры, как мы, бывает, дорабатываем обозначения для того, чтобы все-таки защищать на них права. Вот, бюджет, да, в частности, к нам обращался клиент, мы делали проверку, то есть все, что было, это были отказы, и, соответственно, как мы дорабатывали, когда, как правило, доработка строится на, например, когда мы убираем начальную часть, добавляем конечную часть и так далее. Я сейчас пройдусь по слайдам, обращу на них внимание, если в последующем по ним будут вопросы, мы готовы тоже на них ответить, но это классическое понимание доработки, то есть с такими элементами тоже можно работать. Это, опять же, только из практики, но вот так как это такие достаточно часто встречающиеся вопросы, все-таки мы на них решили обратить внимание. Бюджеты бипарт мы дорабатывали до бипарта, формула стори — это то, что было, формула спорт — это то, что стало. Глина — мы проверяли обозначение, оно не проходило, ну, соответственно, доработали до не глина, то есть это те объекты, которые на сегодняшний день уже зарегистрированы. Бригадир — это было, да, и мы добавляли ренбригадир, дорабатывали, поскольку бригадиров было достаточно тоже много. Вау-рум, вау-раун, вот, а блэк-вота очень часто мы клиентам предлагаем в доработке, когда мы видим, да, что, например, там блэк-вота мы проверяли, достаточно много элементов товарных знаков с блэк и с вота, мы предлагали именно написание в единый словесный элемент. Делается это для того, чтобы в экспертизе можно было в последующем говорить о том, что эти элементы, сам словесный элемент, да, который получился, то есть он является достаточно оригинальным и, так скажем, неделимым. Вита-лайф мы дорабатывали до Вита-миусли, ну, то есть фактически где-то видно, да, что так достаточно серьезно где-то меняются обозначения. Вот, Григорьевский, опять же, элемент это было, Григорьевский СД — это то, что мы дорабатывали, до, именно для того, чтобы оно уже в последующем было зарегистрировано. Радуга, пример, ну, у нас в Екатеринбурге достаточно большой торговый центр, мы дорабатывали до Радуги Парк. Как эти доработки строятся, когда мы делаем проверку, например, по Радуге, достаточно много, если мы видим, что достаточно много словесных элементов с Радугой, то, точнее, в данном случае были и Радуги, были и Парки, и всевозможные там словосочетания с этими элементами, то есть в данном случае было предложено клиенту написание, ну, как бы слитное написание. Вот, а Павловский сеть салонов обуви мы дорабатывали до стиль Павловский, то есть в данном случае мы также увеличивали графическую часть, вот, и, соответственно, к словесной части уже добавляли словесный элемент стиль. Это я обратила ваше внимание именно на нейминг в данном случае, да, вот, если вопросы будут в последующем, мы готовы тоже на них ответить. Сейчас бы я хотела именно обратить ваше внимание непосредственно уже на саму судебную практику, вот, и коснуться именно наших примеров, ну, так скажем, тех ситуаций, с которыми мы сталкивались на практике. Как я уже говорила, да, информация об авторском праве признается любая информация, которая сама идентифицирует произведение, ну, то есть фактически достаточно для признания объекта авторским, указания самого автора, даты и так далее. В отношении произведения, опять же, которые создаются, произведение — это общее понимание, это и логотипы, фирменный стиль, и, там, дизайн, макеты, и тексты, и так далее. Не допускается удаление или изменение без разрешения автора или иного правообладателя информации об авторском праве непосредственно самого объекте. Воспроизведение, распространение, импорт, продажа, перепродажа и так далее. Это те способы, которые, фактически, ну, так скажем, используются непосредственно на практике, самими правообладателями. Ну и, соответственно, конечно же, в случае нарушения автора или иной правообладатель вправе потребовать либо возмещения убытков, либо выплаты компенсации. В классическом понимании на сегодняшний день компенсация либо убытки взыскиваются непосредственно по выбору истца. Вместо убытков может взыскиваться компенсация вне зависимости от наличия либо отсутствия самой вины, либо самих же, опять же, убытков. Ну и, соответственно, в классическом понимании установлен, так скажем, некий такой порог по компенсаторному порядку. Это от 10 тысяч до 5 миллионов. Конституционный суд у нас тоже уже высказался по поводу 10 тысяч рублей, о том, что сумма может быть и меньше. Но, как правило, такая практика именно по индивидуальным предпринимателям действует. Ну и, соответственно, ответственность без вины. Незнание закона на сегодняшний день у нас не освобождает от ответственности. По объектам авторского права очень часто, опять же, авторы говорят о том, что мы не... не все объекты защищаются в силу закона, да. Но я приведу пример, опять же, из нашей практики. Компания BCBS, Светлана Сычева, наш клиент. Мы судились в данном случае по данному делу с Красным Кубом. ABCBS – это марка авторских игрушек, ручной работы. Светлана является художником-тедистом, самостоятельно разрабатывает выкройки и дизайн для своих работ. Соответственно, что мы обнаружили, да, то есть с нашей стороны, когда Светлана к нам обратилась, мы подготовились к защите прав на произведение дизайна. Торговая сеть «Красный Куб» достаточно активно скопировала внешний вид объектов Светланы, но и, соответственно, использовала их в своей предпринимательской деятельности. При том, что «Красный Куб» является такой федеральной сетью, и продавали они значки, внешний вид объектов, да, права, на которые принадлежат Светлане, продавали по всей России. То есть мы делали закупки, начиная там от Москвы, Новосибирска, Ленинграда и так далее. Достаточно, как бы, территория распространения была такая достаточно серьезная. В частности, продажа осуществлялась в розничных магазинах самого «Красного Куба» и на сайте Александра Френза. В последующем мы доказывали, что сайт принадлежит непосредственно компании, которая владеет товарным знаком «Красный Куб» и так далее. На что я, ну, почему привожу в пример данный кейс, да, и на что я обращаю внимание. То есть, как бы, это те исходники, о которых я говорила на сегодняшний день, да, и которые, это те, так скажем, доказательства, которые работают непосредственно, когда мы говорим о защите именно авторских прав. В частности, на макете, это, ну, так скажем, сканы самих основных исходных файлов, то есть первоначально были отрисованы рисунки на бумаге. Указан автор Светлана Сычева, но не было даты. Да, конечно, мы могли в процессе в суде, судились в арбитражном суде города Москвы, мы могли заявлять экспертизу и доказывать, в частности, ну, так скажем, срок изготовления, устанавливать дату создания данных объектов. Но что здесь нам помогло? То есть Светлана, когда отрисовала сами объекты, это были тоже значки у нее деревянные такие, она делала просто, так скажем, рисунки для непосредственно своих друзей. Вот. Ну и как бы не предполагала даже, что у нее скопируют это все с Инстаграма, с сети интернет, там, ВКонтакте, с ее сайта. Вот. Ну и, соответственно, когда она отрисовала данные рисунки, для того, чтобы их изготовить в типографии, ну, так скажем, нанести на сами значки, вот, Светлана их отправила по электронной почте в типографию своего мужа, ну, то есть они отсканировали. И, соответственно, конечно же, когда это все было отправлено по электронной почте, все даты были сохранены. Мы делали акт осмотра в сети интернет-информации, вот, в частности, непосредственно в электронной почте, и по датам было видно, то есть мы сопоставляли с этими объектами. Вот. В данном случае, по данному делу, мы взыскали компенсацию за нарушение исключительных авторских прав порядка 650 тысяч рублей. И полностью были удовлетворены исковые требования. Клиент получил эти денежные средства, то есть, опять же, бытует миф, да, что, как бы, очень часто там кидают, грубо, конечно, звучит, но скажу, юридические лица, да, и так далее. Но, в частности, компания достаточно крупная, вот, данную сумму удалось взыскать и по исполнительному листу, опять же, получить. Вот. Чем руководствовался непосредственно сам нарушитель, да, то есть, приводили в пример, конечно же, договоры с китайскими фабриками, к ним какие-то акты приемки-передачи. Конечно же, когда показывали документы с китайскими фабриками, документы не были легализованы, но, как бы, суд пошел на встречу, и, как правило, всегда по авторам идут на встречу по таким судебным делам, если есть непосредственно исходные файлы. Никогда не забуду, как где-то, наверное, в 2008 году в нашем судебном составе, в нашем суде Свердловской области мы судились, и судья прям так и говорит о том, что покажите хотя бы какие-то исходные файлы, какие-то документы, чтобы мы могли просто видеть творческий замысел. То есть, как правило, суды всегда идут на встречу с самим автором. Но вот эти доказательства очень часто клиенты даже как-то, ну, когда мы говорим о всех черновиках, о каких-то исходных файлах, они достаточно скептически к этому относятся, но так либо иначе это является основным доказательством в деле, когда мы говорим про авторские права. Да, это сбор документов, да, мы как юристы говорим о том, что данные документы ни в коем случае нельзя выкидывать, даже когда готовятся в компаниях какие-то каталоги и так далее. Мы всегда говорим о том, что создавайте папки, создавайте исходные файлы, храните их обязательно, и ни в коем случае их нельзя не выкидывать никуда. Вот, но суди всегда идут на встречу, если мы показываем непосредственно исходные какие-то черновики. Это очень важно. Очень обидно становится, когда мы, вроде как бы у нас есть права, да, но фактически права на них мы не можем доказать. Тоже еще приведу в пример по портфолио, вот то, что я говорила про фотографии, с какой ситуацией мы столкнулись. Компания Xenon 96, Xenon Shop 96.ru, они занимаются установкой биксеноновых фар, вот, а у них был наемный сотрудник, работал в компании, в компании работал без договора. Через определенный период времени открыл аналогичный бизнес, и, ну, как бы проблема не в этом. Проблема была в том, что фактически на своем сайте, когда он рекламировал свои услуги, он полностью взял работы, портфолио, фотографии и выкладывал у себя в разделе портфолио, да, о том, что работы, ну, это его, фактически, фактически работы его компании. С нашей стороны был непосредственно подан иск в арбитражный суд, арбитражный суд Свердловской области, вот, и, соответственно, на что здесь мы обращаем внимание? Если, как бы, да, непосредственно в компании используется, ну, создаются портфолио, хранятся фотографии и так далее. Конечно, если без договора, то на любой такой документ, если, фактически, сотрудник взял, я не знаю, там, свой фотоаппарат, да, либо телефон и пошел, сфотографировал, и потом это вставил в каталог, то фактически он является автором. На такие действия нужно, конечно же, заключать договор отчуждения исключительных авторских прав и к нему акт приемки передачи. И прямо в акт приемки передачи вставлять изображение фотографии, либо в самом акте делать ссылку на носитель, либо это SD-диск, либо это флешка, чтобы можно было идентифицировать сами фотографии. Очень важно сохранять именно сами исходники. То есть, когда мы с каких-то носителей скидываем, например, там, на компьютер, да, есть определенный формат. Очень важно, вот вы взяли, создали папку, скинули туда основные исходные файлы фотографии, да, в последующем, как только вы скинули, вы с этой папки все, что вы делаете с фотографиями, обрабатываете и так далее, вы работаете не с исходниками, а вы сохранили в эту папку, ее оставили, ее скопировали, и уже со скопированных, фактически, фотографий вы делаете переработку, обрабатываете их и так далее. Соответственно, наличие, там, мы рекомендуем, опять же, да, если это юридическое лицо, это иметь свой фотоаппарат в компании, ставить его на баланс компании, либо те же SD-накопители, флеш-карты. Сейчас, с учетом того, что, ну, там, многие компании прибегают и привлекают фотографов, да, со стороны третьих лиц, с каждым таким фотографом должен быть договор. Договор об отчуждении исключительных прав, и, соответственно, опять же, мы бы что рекомендовали, поскольку мы сталкиваемся с тем, что потом фактически исходников нету, а суды исходники просят. Они прям берут и осматривают в самом судебном заседании, сами исходные файлы заходят в свойства и все это обозревают. Желательно, как правило, да, если даже понятно, там, не каждая компания может себе позволить купить фотоаппарат. Ну, может быть. Вот. Но так либо иначе, есть SD-накопитель. Приобретите SD-накопитель, и сам SD-накопитель вы даете фотографу. Фотограф, предположим, вставил его в свою технику, осуществил фотосъемку вам, вы берете у него этот SD-накопитель, копируете исходные файлы к себе в папку, она у вас хранится, потом ему отдаете эти фотографии, он вам их обрабатывает без проблем. И обязательно в фотоаппарате, конечно, должны быть выставлены даты. И желательно можно прям зайти в свойства любой техники и указать, например, там, автора, автора, да, либо физическое лицо, либо юридическое лицо, так, либо иначе. Конечно же, мы бы рекомендовали, опять же, из преамбула, да, того дела, с которым мы имели дело, это запретить сотрудникам использовать личную технику. Если не можете этого сделать, то прям сразу же подписываете договор о отчуждении. Суть еще в чем? Если, например, ну, часто клиенты задают вопрос, если, предположим, сотрудник, да, он действительно, например, там, не знаю, дизайнер, да, либо, опять же, тот же маркетолог, либо там специалист, там, пиар, по пиару и рекламе, надо, чтобы у него в должностных обязанностях, прям должностной инструкции было вменено, что он осуществляет, там, фото, видеосъемку и так далее. В праве, например, это не обязательно, но он может это делать. И, соответственно, прописать прям договоре, да, что объекты, которые создаются, да, в процессе осуществления его рабочей функции трудовой деятельности, являются объектами, ну, автоматически отчуждаются, да, исключительно авторские права отчуждаются работодателю, и работодатель, опять же, является, ну, условно, правообладателем исключительных авторских прав. Вот на это тоже нужно обращать внимание, потому что, если этого нету, то, соответственно, сотрудник, увольняясь в любой момент, может в последующем предъявить претензии. Точно так же обратиться с иском и запретить, например, использование. Вот, конечно же, по договору отчуждения, если мы оформляем договор отчуждения, то какие-то платежи, оплаты должны быть произведены обязательно. При рассмотрении иска, конечно же, сотрудникам был подан встречный иск в данном деле, вот, за счетом требований, то есть он пытался доказать, что права принадлежат ему, вот, этого ему не удалось, поскольку исходные файлы, что у нас посло, у нас были все исходные файлы, сохранены. Вот это прям, ну, как бы, очень важно было. Точно так же, да, не было договора трудового, но мы привлекали в качестве свидетелей и допрашивали свидетелей непосредственно в самом судебном заседании, это иных сотрудников, которые с ним осуществляли деятельность непосредственно. Вот, компенсация за нарушение исключительных авторских прав была в данном случае взыскана в размере 750 тысяч рублей, вот, а по исполнительному производству, ну, был наложен арест на имущество должника, то есть не уверена, что клиент я не буду точно говорить, на сегодняшний день оплаты произведены по этой сумме, либо нет в полном объеме, встречному, по удовлетворению встречного иска было отказано, поскольку не доказал сотрудник, что права принадлежат ему, поскольку у него не было исходных файлов изначально. Точно так же обращу, да, внимание на ту практику, которая возникает, опять же, ну, так скажем, она набирает обороты, вот, вот, это Минцев, непосредственно автор, и компания Барбари, когда были созданы, ну, это, так скажем, немножко перекинулось, да, но так либо иначе, это те объекты, которые тоже являются объектами авторского права, это произведение дизайна, в частности, мы видим произведение одежды, вот, так либо иначе, дело закончилось с миром, зарубежные компании не очень любят судиться в наших, так скажем, судах, но мировое соглашение было подписано, достигнуто, условия, я не могу за условия, ну, так скажем, как-то комментировать их, да, вот, но так либо иначе, дизайн одежды, внешний вид, это тоже объекты авторского права, что здесь посло, да, автора, то есть данные объекты были зафиксированы, были выложены в Инстаграме, это были фотографии и так далее, то есть они были выражены в материальной форме. Вот, опять же, по фотографиям, да, ну, я не буду заострять достаточно так сильно внимание, это тоже пример из нашей практики, вот, но здесь у нас дело закончилось мировым соглашением, вот, то есть очень часто люди, клиенты, опять же, да, говорят о том, что мы взяли информацию из сети интернет, ну, как бы мы же указали автора, так вот, как бы где-то, ну, либо, опять же, тоже на сегодняшний день это уже нечастое такое убеждение, но оно еще бытует, когда берут какие-либо фотографии с сети интернет, вот, ну, и говорят, что, ну, как бы, вроде как автор не указан, ну, наверное, можно использовать, ну, так вот, нет. Соответственно, было достигнуто мировое соглашение, по претензионному порядку мы выплатили за использование, то есть мы рекомендовали клиенту, мы были на стороне ответчика, выплатили порядка 70 тысяч рублей, вот, ну, и там, всевозможные еще условия в пользу автора. Вот, по Blackstar, да, Blackstar и Михаил Бетенев, вот, приведу тоже пример, когда фотограф сделал в 2012 году фото, которое Пабл Би, это непосредственно исполнитель лейбла Blackstar, вот, использовал в качестве обложки для своего сингла. Так вот, как бы, данные фотографии тоже являются объектом авторского права. На сегодняшний день, буквально в этом году, в начале года это дело закончилось, вот, за незаконное размещение кадра и моральный вред был взыскан. Было взыскано порядка 70 тысяч рублей, 12 тысяч рублей, это именно морального вреда. Ну, и были возмещены расходы непосредственно уже на самих юристах. Тоже приведу пример. По ростовым куклам, ну, это тоже часто встречаемые объекты, когда мы создаем какие-либо произведения, персонажи и так далее. Вот, петербуржец, вот, ходил в образе Юлия, в образе коня Юлия. Ну, то есть, соответственно, это тоже нарушение авторских прав. Почему я привожу в пример, это персонажи мультипликационные. Так либо иначе, очень часто, там, я не знаю, мы заказываем какие-то там фотосъемки и так далее, используем объекты, да, либо при создании там продуктов питания, на упаковках мы это все используем. Все запрещено. То есть, на сегодняшний день, опять же, очень часто мы видим иски в судах, в судах общей юрисдикции, в рабитажных судах. Вот, и достаточно активно авторы защищают свои права. По макияжу, то есть, тоже по внешнему виду изделий на сегодняшний день, изображений, точнее, на сегодняшний день тоже уже стали появляться судебные дела. То есть, фактически, по изображениям, сам макияж, с точки зрения, ну, то есть, например, там, он выражен в материальной форме, нанесен непосредственно на лицо, да, то есть, это тоже объект авторского права. У нас начали появляться прецеденты в Российской Федерации. Вот, автор макияжа Алекс Но непосредственно обратился в суд с иском о копировании макияжа Дарьи Петуховой. Вот, так либо иначе, эти изображения были выложены также в Инстаграме, иск был удовлетворен, вот, но это тоже объект авторского права. То есть, когда мы берем какие-то объекты, то есть, вот, макияж в данном случае, это тоже объект авторского права на сегодняшний день. По стихотворениям, когда создаются какие-либо рекламные кампании, тоже приведу в пример. В частности, стихотворение «Кто пасется на лугу» было признано нарушением авторских прав. В чем была суть дела? Непосредственно в Пушкинский район и Сум, Санкт-Петербург, обратилась дочь самого наследного автора черных, являющегося правобладелем известной детской стихотворения «Кто пасется на лугу». Компания «Димарт» на протяжении двух лет использовала стихотворение в переработанном варианте. В чем выражалась переработка? То есть фактически они ссылались на то, что само стихотворение не охраняется, оно такое достаточно распространенное. Так вот, нет, вот эти вот доводы общей употребительности в повседневной жизни и так далее, то есть они на сегодняшний день тоже не работают, но на ней они в принципе-то никогда не работали. Но переработка, то есть можно видеть, да, далеко-далеко на лугу пасутся козы, и на лугу-на лугу-на лугу пасутся ко коровы и так далее. И это была некая там стимулирующая лотерея для продвижения своей продукции. Вот, а были признаны нарушения, нарушение было признано таковым, вот, и в частности было запрещено использование и была взыскана компенсация. Я на сегодняшний день обратила, да, внимание на те объекты, опять же, с которыми мы сталкиваемся на практике, в нашей судебной практике. Вот, а я хочу дальше передать слово моей коллеге Татьяне Шевченко. Татьяна у нас является адвокатом, вот, мы с Татьяной вместе ведем судебные дела, вот, и Татьяна частично коснется свободы использования, переработки, цитирования, не углубляясь. Вот, и так либо иначе обратить внимание, как на инструменты, да, защиты, как фиксировать нарушения и, конечно же, на что обращать внимание. Татьяна, передаю тебе слово. Всем добрый день, я бы хотела продолжить, да, сейчас я тут уже запущу демонстрацию экрана, чтобы мы со слайдаем могли начать, вот с этого как раз-таки. Очень часто клиенты задают вопросы, что есть свободное использование, да, что есть переработка, что есть цитирование. Хотелось бы сразу отметить, что, конечно, в коммерческой деятельности, да, такие понятия, как свободное использование, практически не используются, поскольку зачастую, раз мы сейчас говорим про использование именно в целях продвижения рекламы, здесь нужно очень осторожно, осторожно, да, использовать те или иные объекты авторских прав, которые говорила Мария, и я примеры сейчас приведу. Значит, сейчас, секундочку. Так, свободное использование. Говоря о нормах закона, свободным использованием мы признаем то использование, которое осуществляется без согласия автора, либо иного правообладателя, без выплаты вознаграждения, то есть без возмездных. И обязательно должно быть указано, ну, как мы обычно указываем, да, цитата, то есть фамилия, имя автора, либо псевдоним его, и обязательно указание источника заимствования. То есть, например, в предыдущем примере, да, когда речь шла о неком стихотворении, возможно, было бы его свободно использовать, в случае, если бы это не было бы связано с коммерческой целью, если бы было указано имя автора, было обязательно указано источник заимствования, да, откуда фрагмент взят, с какого произведения, и, соответственно, не требовалось бы согласия. Какие это случаи, да, когда допустимо именно свободное использование, когда мы говорим о использовании, которое шло не в коммерческих целях. Некоммерческими целями являются это научные, полемические, критические цели, какие-то обзоры, информационные цели, отрывки и так далее, да, новостные. Также это использование произведения как иллюстрации в каких-то радиопередачах, видеозаписях, опять же, обращая внимание, цель, да, учебного характера. И также воспроизведение в эфире по кабелю, если это, опять же, касается каких-то религиозных, политических, социальных тем. Вот я хочу остановиться здесь немножко и привести прям пример, да, мне кажется, это очень актуально для нашей сегодняшней целевой аудитории. Некоторые клиенты задают вопросы, например, можем ли мы использовать какой-либо отрывок, да, какое-либо произведение, если мы делаем какой-то абсор с целью, например, рекламирования своего товара. Вот здесь нужно быть очень осторожным. Например, вы занимаетесь производством, я не знаю, пива, да, и вы на своем сайте решили сделать некую рекламную статью, да, посвященную обзору пива других производителей. И вот в этом случае нужно очень быть осторожным, не нарваться здесь на нарушение закона о защите конкуренции, да, поскольку даже простое сравнение, даже просто простое использование, некая такая, можно сказать, полемическая, критическая, да, информационная цель, некая обзорная статья, что есть вот такие-то производители, есть такие-то, а есть мы. Вот такие действия могут также расцениваться, если это осуществляется субъектом коммерческой деятельности в отношении конкурента. То есть здесь можно уже превысить вот эти пределы цитирования, да, в принципе, они здесь, наверное, о них нельзя будет говорить. А это именно будет уже посягательство на экономическую деятельность конкурента, поскольку одним из составов незаконно-недобросовестной конкуренции является рассказ о своем товаре наряду с товарами конкурента, да, это некое некорректное сравнение, это образуется состав именно уже недобросовестной конкуренции. Поэтому в большинстве случаев, да, когда клиенты задают вопросы, можем ли мы цитировать какие-то произведения, делать ссылки на какие-то товары конкурентов, мы говорим, что нет, да, если это касается именно коммерческой деятельности. В классическом понимании, конечно, в большей степени это какие-то научные, полемические, критические и так далее цели, которые здесь обозначены на слайде. Также здесь касается вопрос использования фотографий, да, опять же, эти фотографии касаются каких-то новостных историй, да, и, как правило, это, конечно, цели свободного использования и связаны с коммерческой деятельностью. Также важно учитывать, что цитирование считается таковым, когда объем этого цитирования оправдан поставленной целью, что, о чем это говорится, да. Когда, например, мы действительно ссылаемся на то или иное произведение только с целью того, чтобы процитировать его, но не с целью, например, продолжения, опять же, в выше приведенном примере про рекламу, да, что когда мы перерабатываем чужое произведение с целью предложения к продаже своего товара, пусть путем розыгрыша, да, путем лотереи. То есть в данном случае, конечно же, мы не можем говорить именно о цитировании некоммерческих целей. Также, как уже было указано выше, когда мы цитируем, мы обязательно указываем имя автора и обязательно указываем источник заимствования, то есть откуда было взято это произведение либо его фрагмент. Теперь вопрос касается, опять же, переработок и цитирования. Это необходимо между собой отличать, да, разграничивать два этих понятия. Что такое переработка? На практике мы всегда обращаем внимание на несколько вариантов переработки, которые встречаются при написании, например, каких-либо статей, да. Первое — рерайтинг. В принципе, это добросовестная, если можно так сказать, переработка, когда мы просто берем какое-либо произведение и своими словами его переписываем. В данном случае это не будет признаваться копированием, да, то есть это будет просто некой переработкой, но переработкой в допустимых пределах. То есть можно взять какую-то идею, поскольку идея у нас не охраняется, и изложить на свой манер ее по-другому, то есть какую-то новость, да, какой-то рекламный, может быть, фрагмент и так далее. Копирайтинг, да, это создание своего произведения с нуля, тоже всем известный термин. В данном случае это тоже правомерное цитирование, правомерная переработка, поскольку в данном случае мы просто создаем определенный объект, который будет охраняться авторским правом, если мы являемся его автором, и мы сами с нуля его создали. Цитирование, да, то, о чем говорили выше, цитирование — это использование чужого произведения с обязательным указанием имени автора, источника заимствования, да, и в тех пределах, в которых оправданы этим цитированием. Но обращу внимание, да, что, опять же, цитирование, как правило, встречается в какой-либо некоммерческой деятельности. Надо очень осторожно цитировать чужие объекты, если вы все-таки пишете какую-то рекламную стоимость, да, либо направлено на продвижение своих товаров в голосовую. Плагиат — это использование чужого произведения, без указания имени автора, и вообще, в принципе, в целях, которые даже не оправданы целью цитирования. Фактически плагиат — это и есть нарушение закона, да, то есть это запрещенное законодательством переработка, цитирование чужого произведения, которое влечет за собой в гражданское право действие. По инструментам защиты творческого труда. Зачастую клиенты задают вопросы, Мария частично уже коснулась раскрытия доказательств, какими доказательствами, в принципе, мы пользуемся, как мы доказываем факт принадлежности нам прав, либо факт нарушения права и так далее. В первую очередь, да, такое распространенное доказательство, как показания свидетелей. Но здесь нужно понимать, что показания свидетелей, поскольку в большинстве своем мы участвуем именно в арбитражном суде и являемся субъектами предпринимательской деятельности, с показаниями свидетелей все обстает очень сложно, поскольку, когда суд допрашивает лицо, которое профессионально не подковано, которое просто приходит, да, и должно показать определенные действия или события, довольно сложно, во-первых, подготовить этого свидетеля, во-вторых, довольно сложно сделать так, чтобы не были заданы вопросы свидетелю, те, да, на которые он, мы будем так говорить, лучше бы не отвечал. Далее, доказательства, которые представляются на материальных носителях. Ну, в данном случае, это большинство доказательств, то есть могут быть письменные доказательства, это могут быть доказательства, связанные с непосредственным осмотром, например, того же фотоаппарата, телефона, где сохранены фотографии, это могут быть какие-то доказательства, представленные как пиковые, да, сами по себе, например, самая флешка, да, она будет представлена на материальном носителе, и та информация, которая в ней, будет тоже служить доказательством. Публикации в газете-журнале. Я хочу, да, особо обратить внимание на данное доказательство, поскольку даже в чате был вопрос касательно того, что когда, например, опубликована фотография в Инстаграме, она опубликована с датой конкретной, она опубликована на странице, например, да, правообладателя того же самого либо автора. Так вот, такая публикация, она фактически будет доказывать только лишь дату, когда данная фотография имела место быть в действительности. То есть в данном случае, ни в коем случае, эта фотография не будет доказывать сам факт авторства, да, то есть принадлежность авторских прав на нее. Ну, за исключением, понятных случаев, если вы на самой фотографии, например, подписали ее, да, что автором является такое-то лицо, дата ее создания такая-то и так далее. Но здесь нужно разделять. Когда мы говорим о фотографии, говорим о доказывании именно авторского права на тот или иной объект, авторские права доказываются непосредственно исходниками, да, черновиками. То есть то, что отражает весь процесс создания того или иного произведения. То есть то, что является исходным, то, что сделано творчественным трудом. Факт публикации фотографии мы точно так же, да, говорим, показываем в суде и представляем это в качестве доказательств, но зачастую это представляется именно в дополнении. То есть в дополнении мы показываем, что вот у нас есть исходник, нам принадлежит авторское право, потому что мы это создали, и исходник доказывает факт создания. А вот так же выходили, например, тиражировались, да, какие-то фотографии в журналах, либо в каких-то газетах, либо, например, это были публикации в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее, и так далее. И это как дополнение, конечно, будет воспроизводить, ну, на судью производить определенное впечатление. В деле вот по ABC Bears мы точно так же показывали публикации с выставок, показывали фотографии с выставок, с указанием дат. Но в данном случае первичен все же исходник, если мы говорим именно о доказывании принадлежности нам авторских прав. Что касается нотариально заверенной копии страниц сайта, это тоже одно из доказательств, это нотариальное акто осмотра, протоколы осмотра, которые мы также представляем в суд. Сейчас суды, в принципе, не обязывают правообладателей, да, либо истцов представлять именно нотариальные акты осмотра. Мы представляем акты осмотра просто в письменном виде сделанные, да, которые точно так же отражают в определенный момент времени содержание той или иной, например, интернет-страницы. То есть они могут быть просто представлены под письменные доказательства в виде соответствующего оформленного акта осмотра. Также немножко можем коснуться вопроса идентификации произведения, да, это такие сервисы, как InRise, InPchain, да, то есть это некие сервисы по дефонированию созданных произведений. То есть как это работает? Например, автор, он создает непосредственно какой-либо объект, например, какую-то статью, да, авторскую. Он может непосредственно воспользоваться данным сервисом, загрузить эту статью туда, и данная статья будет отражать факт того, что именно в этот момент времени, в этом периоде действительно существовала в действительности данная статья. Но опять же здесь необходимо обратить внимание, что подтверждением именно факта возникновения прав на эту статью будет не дата ее хранения в депозитарии, да, не дата размещения этой статьи в сети интернет, то есть, по сути, не дата публикации ее, а именно дата создания. То есть мы должны показать, ну, если это статья по Черномит, как она написалась, вордовский документ, как она сохранялась и так далее. Доказательство факта не обнародного результата индивидуальной деятельности в момент его регистрации, да, ну, об этом мы уже коснулись. По нотариальному удостоверению. Замена, например, депозитария, да, как НРАС, например, сервиса, да, ранее это было РАУ, которая депозитария, сейчас его права переданы другим участникам. Нотариальное удостоверение, это то же самое предъявление нотариусу некоего произведения, для того, чтобы нотариус мог проставить некую дату, да, и, опять же, зафиксировать не факт того, что вы автор этого произведения, а факт того, что вы предъявили в определенный момент времени данное произведение, что оно существовало. Вообще, такие доказательства, конечно, они нужны, поскольку, когда в судах начинают задавать вопросы о копировании, мы показываем обязательно, что мы не просто авторы, но что мы, например, использовали данное произведение, и как дополнение мы показываем, например, какие документы о депонировании либо документы о предъявлении нотариуса данного документа. Также хотелось бы отметить, да, что зачастую, когда мы защищаемся, например, в арбитражном суде, не всегда стороной, то есть истцом, либо ответственным, истцом, да, в большей степени, является именно автор как физическое лицо. Конечно же, физические лица, авторы и те же самые фрилансеры, да, если к ним обращаются в компании, они по договору об отчуждении авторских прав передают те объекты, которые они создали, компаниям, которые непосредственно становятся правообладателями уже непосредственно данного объекта, и сами могут выступать эти компании, которые приобрели от автора непосредственно исключительные права на то или иное произведение. И в этом случае мы показываем также договор отчуждения исключительных прав, к которому, как ранее Мария уже говорила, да, мы представляем обязательно акт приемки передачи, в котором отражено и зафиксировано само произведение, на которое было передано права. И иные документы, да, это может быть договор авторского заказа, если изначально заказывался какой-то объект, и на момент заключения договора он не существовал, но он был изготовлен, да, по заказу какого-либо лица. Это что касается доказательств. Отдельно, вот, необходимо, наверное, я не буду так сильно повторяться, поскольку Мария уже рассказала, да, но просто пробегусь, что договор с дизайнером это обязательно платежное получение, да, о перечислении денежных средств, либо распиской. Конечно, не каждая компания идет, не каждое физическое лицо идет на то, чтобы написать прям расписку, либо я с каких-то налоговых последствий. Ну, здесь на самом деле это не такие существенные, да, проблемы. В принципе, за всю нашу практику ни разу не было, чтобы мы вообще показывали эту расписку, но она имела место быть, если нужно было ее подтверждать. Вот, как правило, конечно, какие-то платежные поручения, переводы Сбербанка, это все можно показывать. Акты приемки передачи и непосредственно переход исключительных прав, да, это очень важный момент, ну, это уже, конечно, очень специфично, но я думаю, что маркетологи тоже должны понимать и консультироваться с юристами в момент заключения договора. Обязательно в договоре должно быть указано, что является моментом передачи исключительных прав, да, например, с момента заключения договора, да, либо с момента подписания акта приемки передачи, то есть эти моменты тоже должны быть отражены в договоре. Это непосредственно демонстрация, как обычно выглядит акт приемки передачи, который, например, мы предлагаем, да, использовать. Может быть, другая форма, Но самое главное, обязательное поле, что в полном объеме передаются исключительные права и что обязательно присутствует изображение самого объекта. Если это, например, какое-то большое количество объектов, мы не можем их все вставить в письменный документ, но, как уже ранее Мария говорила, может быть, ссылка на какой-то источник материальный носитель, на флешку, может быть, через загрузку на какие-то непосредственные сервисы, Яндекс.Диск и так далее. Оно обязательно с указанием процедуры передачи через какие-то сервисы, путем, например, загрузки электронного файла. Обязательное требование установления авторства. Что здесь нужно сказать? Ну, уже тоже, опять же, повторяться не буду. Хочу просто отметить, что исходные файлы, они подтверждают именно факт авторства, то есть факт того, что произведение было создано творческим трудом. Остальное все, что может быть представлено в суд, все иные документы, это подтверждение самого факта того, что это произведение есть, оно существует, оно используется. Ну, в совокупности, конечно, оценка идет, но черновики — это очень важный момент и очень весомое доказательство. По трудовым договорам, да, точно так же задают вопросы, в принципе, без разницы, потом при судебном споре вы можете как показать договор с дизайнером, если он был, например, фрилансером и непосредственно он не устроен по договору, да, какой-то внештатный сотрудник, либо это может быть трудовой договор с трудоустроенным сотрудником. И в том или ином случае мы можем показать документы письменные, да, доказательства договора, поэтому какого-то либо значения здесь это не имеет в вопросе защиты авторских прав. Порядок действий — это некая памятка, да, то есть это тот алгоритм, который нами уже выработан из практики, как обычно, мы идем, да, по какому пути. Если вы обнаружили, например, что ваши права нарушены, да, первое, на что нужно обратить внимание, необходимо, естественно, зафиксировать данное нарушение. Как правило, я уже говорила, это может быть сделано несколькими способами, либо вы обращаетесь к нотариусу, и нотариус уже непосредственно протоколом осматривает интернет-страницу, да, если это нарушение, вы выявили в сети интернет. Либо вы обращаетесь к юристам, да, или ваш штатный юрист делает акт-иссмотр доказательств интернет, то есть в виде принсклинов страниц по форме акта данная страница сохраняет Word, и таким образом формируется определенное доказательство. Если, например, это размещено на каких-то баннерах, да, рекламных, например, ваш логотип, либо ваш какой-то авторский объект, то можно сделать фотографии, точно так же оформить это актом, обязательно фотографии должны содержать дату и время съемки, да, непосредственно, чтобы потом можно было доказать, что это фотографии. И так же мы рекомендуем привязываться к локациям, да, то есть если какой-то баннер размещен на какой-то улице, то можно сделать некую круговую съемку для того, чтобы все это показать, каким образом изображено было копирование, да, существовало. Контрольная закупка тоже очень часто прибегаем к этому доказательству, оно довольно весомое, по всяким делам смешарики, по всяким вот таким вот очень известным, да, объектам. Контрольная закупка – это основное, наверное, доказательство, которое делается. Контрольная закупка может сопровождаться видеосъемкой, фотосъемкой, да, контрольная закупка должна быть грамотно проведена, обязательно должна быть сохранена вся переписка, либо если по телефону заказ, да, то мы точно так же фиксируем потом факт получения упаковки, вскрываем только это в присутствии, например, каких-то двух там незаинтересованных лиц, также управляем все этапами, ну, в общем, вопросы техники, конечно, здесь очень важны, чтобы потом можно было показать, что именно в следствии данной контрольной закупки, именно в следствии нее был приобретен данный объект, а не просто в каком-то виде он был принесен в суд, и дальше, конечно, будут возникать вопросы у процессуальных оппонентов и у суда. Фото-видеосъемка, да, ну, о ней я уже сказала, она может также приниматься как самостоятельное доказательство, да, можно отфотографировать какой-либо объект повторно, возможно, периодичность, это увеличивает обычно размер компенсации, которую мы взыскиваем в суде, да, когда нарушение носит влящийся характер, когда, например, на протяжении полугода висит какой-либо рекламный баннер, вы можете фотографировать его там первый месяц, потом второй месяц, третий, и таким образом вы можете показать факту этого злостного, неоднократно вывляющегося нарушения. Адвокатский запрос, это один из таких важных, да, неотъемлемых в нашей сейчас современной действительности доказательств, поскольку для того, чтобы нам установить нарушителя на определенном сайте, мы должны узнать, кто администрирует, да, данный домен, кто является администратором, и мы обращаемся к регистратору домена во имени, либо к хостеру, и задаем вопросы касательно, ну, просим нам предоставить информацию, кто является администратором данного домена, для того, чтобы мы могли определить надлежащего ответчика в суде. Иногда на самом сайте есть информация о владельце данного доменного, данного сайта, но здесь нужно, конечно, использовать все методы, можно установить администратора и владельца, в данном случае тогда данный лиц был соответчиком. Дальше, предъявление претензии. Когда мы все доказательства собрали, мы можем уже предъявлять претензию после фактов, да, собранных фактов, вот, вследствие всех совершенных действий, мы уже понимаем, какое нарушение, какой период его, да, длится, на какую компенсацию мы можем рассчитывать. Вы можете в претензии как требовать выплаты компенсации, так и не требовать выплаты компенсации. То есть, в целом, возможны два варианта. Так. Я так поняла, что мы на этом закончим. Я думаю, что я сейчас дам слово Марии. Мария, наверное, хочет ответить на вопросы. Вот. Если какие-то еще есть вопросы, задавайте. Спасибо всем за внимание. Я тогда запускаю, останавливаю демонстрацию. Да, Татьяна, я спасибо тебе за развернутые, так скажем, развернутые комментарии. Хочу поблагодарить каждого, кто был сегодня с нами. Надеюсь, информация будет полезна, вот, и, возможно, она вам пригодится в вашей практике, в вашей деятельности. Спасибо всем большое, Татьяна, тебе спасибо за то, что также донесла информацию. Всем спасибо большое. Наверное, будем заканчивать, раз вопросов нет. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok